Дорогие друзья, спасибо, что смотрите наши программы. Уже больше 20 лет Церковь Завета служит Господом Новосибирске, в городе, который с самого дня основания был центром пересечения основных торговых путей, местом пересечения культур и поколений. Бог, используя преимущества этого положения, на протяжении всех этих лет позволил нам влиять на жизни церквей и лидеров по всему сибирскому региону. Друзья, Бог открывает перед нами дверь для строительства здания, которая будет не только домом для нашей Церкви, но станет центром проведения конференций, а также местом подготовки миссионеров для насаждения церквей по всему миру. Для осуществления этого видения нам нужна Ваша помощь, даже самое, на Ваш взгляд, незначительное пожертвование ценно в глазах Господа. Участвуйте вместе с нами в деле Божьем. Вместе с Вами мы изменим этот мир. Я поделюсь с Вами одной удивительной историей. В небольшом иудейском городке под названием Назарет жила одна девушка. И вы знаете, она влюбилась. Ее звали Мария, и она боялась Господа. Она любила Бога всем своим сердцем, и она мечтала о том, что однажды Бог приведет в ее судьбу какого-то принца, который будет любить ее и которого она будет любить сильно. И вот, вы знаете, однажды она увидела этого молодого человека, и она влюбилась в него, а он влюбился в нее. Их чувства были настолько взаимными, что они по выражению глаз понимали, что они не безразличны друг для дружки. Но, видите ли, они любили Бога. Он был для них на первом месте, поэтому они долгое время испытывали свои чувства, и они хотели быть уверенными в том, что Бог благословляет их будущий брак. Поэтому они молились, они брали посты, они дружили, знакомились друг с дружкой, они старались перепроверить свои чувства, не ошибка ли это. Мария размышляла, наверное, как всякая девушка, как они будут жить с Иосифом, а как это все будет. И вот однажды Иосиф набрался смелости, Иосиф так звали этого молодого человека, он набрался смелости, и он сделал предложение Марии. Это было потрясающе. Они были счастливы. Они часами, они могли круглосуточно вообще говорить, размышляя, как будет, как сложится их совместная жизнь. Они думали, кто у них, интересно, первый родится, мальчик или девочка? А если родится мальчик, как мы его назовем? А если родится девочка, как мы ее назовем? Ну, знаете, знакомые переживания для молодоженов, правда? И вот они готовы были дни напролет размышлять, какой будет их брак, потому что они были уже уверены, что Бог благословляет их брак, Бог благословляет их отношения. Они были просто без ума от счастья. Но, знаете, всему свое время. Поэтому, может, чуть-чуть потише. Поэтому они ждали, когда придет это время. И они не были еще вместе. Они не были как прям муж и жена. Но, знаете, по иудейской традиции, помолвка, она практически чуть ли не приравнивалась к женитьбе уже. Но в то же время они не касались друг друга и жили отдельно. Но уже были уверены, что они будут вместе. Им было так здорово от осознания того, что Бог наконец-то ответил им и наконец-то дал им друг дружку. И вот однажды, когда Мария очередной раз молилась, склонив свои колени перед Богом, благодаря за то, что Бог так удивительно отвечает на ее молитвы, благодаря за то, что Бог дал ей Иосифа, вдруг вся комната наполнилась светом. И Мария увидела ангела. Это был ангел Гавриил. Она была, конечно, шокирована. Она была очень растеряна. Это написано в Библии. На самом деле в Евангелии от Луки. Я не придумал эту историю, поверьте. Вы можете читать вместе со мной. Евангелие от Луки, первая глава. «И комната наполнилась светом. И Мария была смущена». И написано, она была смущена. Она не знала, как это воспринимать. А ангел, обращаясь к ней, говорит, «Радуйся, благодатная. Радуйся, благодатная. Господь с тобою». О, вот это ответ, а. Вам хотелось бы получить такой ответ на ваши молитвы, когда сам ангел приходит от Бога и говорит, «Радуйся, благодатный». Или благодатная. «Господь с тобою». Я знала, что Господь со мною, подумала Мария. Как это удивительно. Бог послал ангела, чтобы ответить на мои молитвы. Она была смущена. Она не ожидала такого развития событий. И размышляла, что бы это значило. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Вот это да! Господи! Да как же это! Ты прям вот так вот пришел, чтобы ответить на мою молитву. Ты, я обрела благодать в Твоих глазах. Господи, спасибо Тебе. Я не знаю, что бы вы чувствовали или я, что бы мы чувствовали с вами в этот момент. Но, наверное, Мария была в ожидании. Господи, ну что? Я обрела благодать. Господи, ну давай уже говори, что Ты приготовил для меня. И ангел продолжал. Вот, Мария, ты забеременеешь. И родишь сына. И наречешь ему имя Иисус. Ну вот такого поворота, наверное, Мария не ожидала. Она была смущена до этого. Но здесь, я думаю, она смутилась еще больше. Я пытаюсь понять ее мысли в тот момент. Она размышляла. Господи, мы молились с Иосифом о том, кто у нас будет первый, мальчик или девочка. Ну, чтобы вот так. Все-таки мальчик, да? Спасибо, Господи. И имя уже для него есть. Иисус. Надо бежать. Ей просто хотелось бежать к Иосифу. Чтобы рассказать ему, как Бог ответил на их молитвы. И что первый ребенок у них будет мальчик по имени Иисус. Она была просто вот, скажи, и она побежит к Иосифу. Она не мыслила себя без своего жениха Иосифа. Она была влюблена в него. Она ожидала, когда просто они уже будут обвенчаны. И вот что отвечает ей ангел. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. Господи, я знала, что мой муж Иосиф, потрясающий будущий мой муж. Но Всевышний, она пытается примерить к нему эту одежку. Иосиф Всевышний, я и не думала, с кем я познакомилась. О, Господи. Спасибо, ты так высоко ценишь моего мужа. И даст ему, то есть вашему будущему сыну, Господь Бог, престол Давида, отца его. Я думаю, тут она совсем потерялась. Давид, отец. Ну да, она по поколениям от Давида. Хорошо. Пытается понять. Я думаю, смущена еще больше. И будет царствовать над домом Иакова вовеки. И царству его не будет конца. Да, все. На этом терпение Марии лопнуло. Она пытается это понять, объять и спрашивает у ангела. Но она не может себе представить себя без Иосифа. Она говорит, Господи, а как это будет? Мы так-то еще не поженились. Мы еще не были друг с дружкой. Как я могу быть беременны сейчас? Как это мой муж всемогущий? Как это все? Господи. И она спрашивает, как же это будет, когда я мужа еще не знаю? А ангел отвечает ей. Мария, подожди немножко с Иосифом. Сначала я попрошу тебя родить для Бога. Как? Ну как? Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Дорогие друзья, нам трудно представить, что творилось в голове у Марии, потому что в этот момент ангел предлагал ей отказаться от всего своего человеческого счастья. Ну, знаете, трудно представить, трудно найти себе какого-то нормального мужика, который бы поверил, когда придет к нему его невеста и скажет, что, понимаешь, дорогой, я тебя очень люблю, я беременна сейчас от Духа Святого, поэтому сначала рожу для Бога, а потом мы с тобой продолжим нашу совместную жизнь. Трудно, мне кажется, найти такого мужчину, который бы поверил. Ну, и, в общем-то, как мы знаем, Иосиф поступил потом как настоящий мужик. Он решил тайно отпустить Марию. Но зачем позорить? Конечно, это для него была тоже трагедия, трагедия. Конечно, он тоже совершенно не понимал, что происходило тогда, когда Мария пришла и сказала, Иосиф, я в положении от Духа Святого. В тот момент, когда ангел разговаривал с Марией, я думаю, что в этот момент ангел посмотрел на глаза Марии, и они выражали все. Она должна была оставить все свое женское, человеческое счастье, о котором она так мечтала, о котором она так молилась. Она была уверена, что Бог отвечает на их молитвы. И здесь я должна оказаться каким-то образом в положении и прийти к Иосифу и родить не от него. Боже мой, это же крах, это же крах всего. А я была уверена, что Ты мне даешь, моего мужа, что Ты мне даешь это счастье. Господи, как же так? И мысли просто вертелись, мысли просто как-то проходили чередой в ее голове. Я думаю, ангел увидел это в глазах и быстренько сказал, вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она, бабушка, уже в положении шестой месяц. Я думаю, это должно было помочь Марии, потому что она прекрасно знала свою родственницу, прекрасно знала, что она всю жизнь была неплодной. И поэтому ангел решил, видать, использовать это как весомый аргумент. И он говорит, поверь, твоя родственница Елизавета, которая бабушка, она уже на шестом месяце. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала. Я думаю, ей это помогло. Тогда Мария сказала. Друзья, и то, что она сказала, это что-то, то, что не вмещается в наш человеческий разум. То, что она сказала, это настолько мощно. Это настолько потрясающе. Она сказала. Я раба Господня. Да будет мне по слову твоему. Друзья мои, в этот момент она оставляла все свое человеческое счастье и говорила, Бог, ты мой Господин. Другими словами она сказала, я люблю Иосифа, но я раба не Иосифа. Я раба Господня. Я знаю, чего хочет Иосиф. Но да будет мне по слову твоему. И отошел от нее ангел. Написано, я думаю, ангел быстро схватил. Ангел был верующий. Он верой двигался. Он схватил просто это слово, я думаю, и унесся к отцу, пока она что-нибудь еще не сказала. Потому что буквально перед этим, за шесть месяцев до этих событий, он оказался в другом доме и там разговаривал с Захарией. И знаете, он сказал Захарии, что Елизавета, жена твоя, о которой ты молился, она вот забеременеет и она родит тебе сына. И ангел тоже пророчествовал в адрес этого Захарии. Но Захарий сказал, как это может быть, мы уже бабушка с дедушкой, мы уже оставили эти мысли, мы уже, значит, и не думали об этом. И ангелу пришлось закрыть ему рот. И сказал ангел Гавриил, вот ты будешь молчать. Лучше тебе молчать, чем говорить. Чтобы не болтал слова неверия. Иногда, мне кажется, Богу хочется нам наши уста где-то закрыть, чтобы из нас не выходили эти слова неверия. Потому что, когда говорит Бог, Он говорит, и никогда Его Слово не возвращается к Нему. Тщетно написано, напрасно, просто так, не исполнив то, для чего оно послано. Поэтому, когда ангел поговорил с Захарией, и Захарий не поверил, так что пришлось сделать его немым, пока не родит его жена. И он перестал иметь способность говорить. И вот он приходит теперь к Марии и говорит не просто о том, что они в старости с Иосифом первого ребенка родят, а говорит о том, что ей сначала надо оставить Иосифа, оставить все свое человеческое, оставить все свои планы, оставить все свои размышления, кто у них будет первым, кто вторым, оставить, как они его назовут, где они будут жить. Ведь вообще под вопрос ставился вопрос о ее судьбе дальнейшей. И вот ангел ей это предлагает. И она говорит эти потрясающие слова. Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Друзья, в послании Галатам, в 4 главе, в 4 стихе написано так. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Полнота времени? Кто бы из нас сказал, что это самый подходящий момент был для того, чтобы Бог пришел к Марии и предложил ей забеременеть от Духа Святого? Мне трудно назвать это подходящим моментом. Мне трудно назвать это полнотой. А знаете, что такое полнота Божья? Полнота Божья – это когда все устроено в совершенной гармонии. Ты не можешь сюда добавить ничего, ты не можешь сюда взять ничего. Это полнота Божья. Есть полнота человеческая. Но когда мы читаем, что пришла полнота Божья, это значит, это был самый подходящий момент для того, чтобы Сын Божий родился на этой земле. Это был самый подходящий момент, чтобы Мария, оказывается, забеременела. Но куда деть все эти откровения от Бога, которые они имели с Иосифом? Куда деть все эти обещания, которые они получали от Бога, что они будут вместе, что у них родятся дети? Куда все это деть? У них была каша в голове. Они не понимали, как это все будет. Друзья мои, Иосиф сначала поступил как настоящий мужик, который не стал позорить свою жену, который не стал выносить ссор из избы, как говорится, и он решил тайно просто ее отпустить. Иди, Мария. О, Боже, как это могло быть, думал Иосиф. Я был уверен, что ты мне даешь. Это такая прекрасная девушка. Я же был уверен, что она просто чиста и непорочна. Как? У него не укладывалось ничего в голове. Господи, как? Как он вопил и не мог этого понять от Духа Святого? О, Боже! Как она могла так додуматься? Использует имя Божье, чтобы просто оправдать свой грех, свой блуд. Да, конечно же, нагуляла. Но как? Он не мог найти никаких ответов на эти вопросы. И написано, он решил тайно ее отпустить. Иди, Мария. Просто, чтобы глаза мои тебя не видели. Иди, иди, не говори мне больше ни о Духе Святом, ни о Боге. Ничего не хочу слышать. Просто иди. И он решил тайно, никто не видит, отпустить ее. И он поступал по-человечески достойно. Он не разглашал ее проблемы. Он не разглашал ее грех. По-человечески очень достойно, знаете, так по-мужицки. Но вот во сне, этой же ночью, как он подумал ее отпустить, к нему ангел тоже пришел. Пришел во сне причем. Не наяву. Ему посложнее, мне кажется, было. Потому что мало ли что приснится, знаете ли. И вот ангел пришел во сне к Иосифу. И сказал, Иосиф, все, что говорит тебе Мария, это правда. Она на самом деле забеременела от Духа Святого. И родит сына. И наречешь ему имя Иисус. И он спасет всех людей от грехов. Написано, Иосиф пробудился от сна. И тут же поступил так, как сказал ему ангел, и принял Марию. А вот это уже, друзья, поступок не просто мужицкий. Это поступок мужа Божьего, который поступает по вере, который рискует по вере. О, какой риск для него был признать, что это на самом деле от Бога, что и сон этот от Бога. Это надо было как-то просто взять это слово. О, это был муж веры. И не зря Бог рассчитывал на него. И не зря Бог избрал его для этой великой функции. И Бог не ошибся. Иосиф смирился. Конечно, ему было непросто. Но он принял жену свою. И год не касался ее. Год не касался ее, пока она не родила Иисуса Христа, пока она не выносила его. А потом Бог им дал. А не буду пока вам говорить об этом. Вы же не знаете пока еще. Так вот, друзья, знаете, некоторые люди оправдывают свое неверие примерно такой фразой. Я не понимаю, как это может быть. Я не понимаю, как это может быть от Бога. Как это вообще может быть? Если я не понимаю, значит, это не от Бога. Если бы это было от Бога, он бы, конечно, объяснил мне, и я бы тогда поступил или поступил так, как вы говорите, или так, как Бог от меня ожидает. Я уверен, что Иосиф с Марией ровным счетом ничего не понимали. Ни Мария, ни Иосиф. Но как Марии надо было поступить по вере? И потом написано блаженно уверовавшая. Блаженно уверовавшая. И точно так же нужно было по вере поступить Иосифу. И написано, что он принял жену свою. Вряд ли они что-то понимали. Но Писание дает нам образец веры этой молодой четы. Я, наверное, скажу вам такую вещь. Если ты уже все понимаешь, что делает Бог в твоей жизни, если у тебя уже все разложено по полочкам, работа, воскресное собрание, служение где-то как-то, церковь, если у тебя все уже ясно и понятно, ты все понимаешь, что Бог делает в твоей жизни, у тебя есть ответы на все вопросы, будь уверен, дорогой друг, ты придумал себе идола. его пути всегда выше наших путей. Если ты решил, что ты понимаешь Бога от и до, это значит, ты придумал себе идола. Всемогущего Бога невозможно понять полностью. Мы будем познавать Его в вечности, и Он всегда будет нас удивлять сюрпризами, потому что это наш всемогущий Бог. Аминь. Поэтому Он не ожидает, что мы все поймем, что происходит в нашей жизни. И нам надо стремиться не к тому, чтобы все понять, ведь это путь к познанию, от познания, ну, от дерева, познания добра и зла. Но Бог ожидает, что мы будем верить. Мы нуждаемся не в том, чтобы все понять, мы нуждаемся в том, чтобы слово от Бога пришло в нашу жизнь, чтобы принять это слово, и оно обязательно в свое время состоится. Скажи аминь. Есть еще одна причина. Есть еще один, знаете, такой способ, как дьяволу удается обмануть народ Божий. И чтобы оправдать свое неверие, дьявол предлагает еще одну, значит, идею такую. И он говорит, что если Бог дает, то Он не забирает обратно. Вы слышали такое же? Может быть, и сами где-то говорили. Если Бог дал, то, конечно, Он не заберет обратно. Поэтому, когда Бог дал, все, это мое. Пару месяцев назад я разговаривал с одной молодой влюбленной парой. Может быть, три месяца даже уже прошло. Но, и вы знаете, я увидел, как они нехорошо начинают поступать. Как-то слишком быстро, как-то слишком в суете. И появляется какая-то непрозрачность. И они знакомы там два понедельника, грубо говоря. И я стал с ними разговаривать. И чем дальше, тем проблема, знаете ли, как-то обострялась и обозначалась все больше и больше. И потом я спросил у этой девушки все-таки. Я сказал, послушай, а если Бог придет к тебе, и Он скажет, что этот молодой человек не от него в твоей жизни, а может быть, Он не так скажет, Он просто скажет, оставь это, подожди пока. Это не то время, когда я хочу, чтобы вы заключили брачный завет. Что ты скажешь тогда? Она, не задумываясь, сказала, такого быть не может. Я даже не ожидал. Я спросил, как же так? Зачем же тебе Бог тогда, если ты уже все знаешь, как Он что может, что не может? И она мне сказала именно эту фразу, что не бывает так, чтобы Бог дал, а потом просит, чтобы я Ему отдала обратно. Такого не может быть, такого не бывает. Бог не дразнит меня конфеткой, чтобы потом ее забрать. Если Бог мне дал, а я уверена, сказала она, что Бог нам дал друг дружку. Поэтому Бог забрать не может. Друзья, ну это просто человеческие умозаключения. Это просто человеческая логика, а нам не нужна человеческая логика. Нам нужно слово от Бога, нам нужно водительство Божье. И мы входим, я думаю, в такое время, когда без водительства Божье мы не выберемся. Мы входим в такое время в нашей жизни, в этой истории на земле, когда без водительства Божье мы будем выглядеть очень тускло, потому что у людей этого мира есть силы этого мира. А мы отказались от сил этого мира. А мы ожидаем, что Бог ответит на наши вопросы сверхъестественно. Но если мы не будем в этом сверхъестественном потоке, не будем, если в этом сверхъестественном пути с Богом, мы будем очень бледно выглядеть, оказавшись и без сил человеческих, и без Божьих. Мы нуждаемся, очень сильно нуждаемся в сверхъестественном водительстве Божьем. Но когда Бог говорит слово в твою жизнь, оно вряд ли сможет уместиться просто в твой человеческий разум, просто в твою человеческую логику. И такой разговор получился у нас с этой молодой парой. Они просто сильно стали держаться друг за дружку. Я вам расскажу еще один пример. У меня пару недель назад, буквально две недели назад, удивительная история со мной лично произошла. И, как вы знаете, у нас получился такой непредвиденный отпуск. Я поехал, чтобы продать машину и ожидал, что быстренько продам и вернусь обратно. Но продать не получилось, поэтому нужно было ввести ее из Минска, из Белоруссии сюда. А для этого надо было растаможить машину. А это, знаете ли, 40 тысяч все-таки. У меня не было этих 40 тысяч. А еще, чтобы перегнать эту машину теперь сюда, еще 20 тысяч надо, чтобы из Минска перегнать сюда. А еще плюс там всякие налоги туда-сюда. И так у нас появился долг 90 тысяч. И вот мы приехали. Ну, я с вами уж как есть. И вот мы приехали сюда счастливые, отдохнувшие, довольные, что Бог благословил, знаете, наш отдых. Ну, и мы искренне так и знали, и до сих пор уверены, что это так. Но все-таки вот 90 тысяч у меня в жизни такого долга не было. Я вам скажу. Я всегда хранил свою семью от кредитов, от долгов всяких. А 90 тысяч, о боже, и что же нам делать? И мы стали, все, приехали, начали искать там подработку, что-то еще, как-то выйти из ситуации. И трудно, знаете, было. Хорошо в холодильнике было там и мясо там, и крупы у нас еще были. Так что жить можно было немножко, но денег не было. И вот в какой-то момент у нас была поездка, я по служению поехал и оказался в Черепаново. И в конце, когда уже уезжать, подходит ко мне брат и передает мне такой, знаете, сверточек. Я догадываюсь, там денюжка, наверное, какая-то, потому что обычно, знаете, вот такие сверточки мы иногда передаем друг дружке. Я был, ну, очень рад, конечно, потому что денег у нас оставалось 100 рублей на пятерых. И мы думали реально просто, как хлеб купить и все такое. И занимать не было такой мысли. Я приехал домой, собрал свою семью. Говорю, идите, я вам что-то покажу. Все собрались, я раскрываю эту бумажку, а там тысяча лежит. О, нашему счастью не было предела. Мы, правда, мы были просто такие счастливые, потому что Бог, видно, как позаботился о нас. Ну, были все на нуле, хлеб же надо покупать. А тут еще 1 сентября, и нам надо на проезд детям дать. И вот у нас есть, слава Богу, Господь ответил просто на наши молитвы и позаботился о нас. Это было так демонстративно для моей семьи. Мы были друзья, просто счастливы. Поэтому мы сказали, Господу не 10%, давайте 200 рублей отдадим, не 100 рублей, 200 рублей отдадим, как десятины пожертвования. Просто хочется быть благодарным Богу. Согласились, помолились, наполнились радостью. И вот следующий день, это воскресенье. И мы, значит, приезжаем на собрание, а по дороге мне приходит мысль. А что, если тебе всю тысячу отдать? Ну, знаете, когда я уверен, что это Бог мне дал, то я крепко держу. Это же Бог мне дал. Ну, логика человеческая простая. Бог дал, если кто-то хочет забрать, то это антибог, это дьявол, наверное. Поэтому я, знаете, успешно поборолся с этой мыслью, справился с ней. Мы с такими мыслями легко, мне кажется, справляемся. И благополучно поехал дальше на богослужение. Ну, вот начинается прославление, вот потом выходит проповедник и начинает призывать десятиновым приношением. И этот проповедник говорит, когда у тебя всего две лепты, то тебе очень легко жертвовать. Когда у тебя много, как вот те богатые, которые склали от своего, значит, избытка, ну, представьте им все положить. Конечно, им трудно миллионы свои положить. А если это бедная вдова, у нее две лепты было, что ей терять? Ей было легче, поэтому она пожертвовала. Поэтому он говорит, если у тебя, значит, сейчас недостаток, то это твое преимущество. Кто помнит эти слова? Да-да, это от Духа Святого было. И вот я слушаю, я думаю, ну, это точно ко мне. Что тут еще бороться? Я поворачиваюсь к своей жене. Тут, значит, Лиза сидела, другие в другом месте сидели. И говорю, дорогие, а давайте мы всю тысячу отдадим. И по их глазам я понял, что у них происходит. Ответ простой, Бог же нам дал. Ну, Бог не может дать, а потом просто забрать. Но, знаете, Бог наполнил меня просто верой. Мне хотелось прям, я понимал, что это Бог. И мы не ожидали, что что-то там получим. Взамен. Ну, просто хотелось быть послушным Богу в этот момент. И у меня было внутри мысли, если они не согласятся, то я не буду этого делать. И они сказали, ну, хорошо, давайте. И прошло ведерко, мы пожертвовали и были счастливы. Ну, я во всяком случае. Заканчивается воскресное собрание, мы садимся в машину, и оказывается, что к нам гости. Эти гости приехали с другого города, чтобы я мог послужить им. И, конечно, мы собираемся, чтобы с этими гостями ехать. А Света говорит, а у нас кормить нечем гостей. И потом вспоминает, правда, есть еще детские. Я это на детей оставляла, понимаешь, 400 рублей. У нас больше вообще нет. Вот 100 рублей на продукты, 400 детские. Завтра там начинает. Я говорю, ну что, это гости. Господь дал нам гостей, давай позаботимся. Он же видит все. Давай, слава Богу, что у нас есть еще 400. В общем, я забрал у нее эти 400. Поехал в магазин, купил все, что нужно. Мы счастливые, поели, никто не заподозрил, что что-то у нас не так. Значит, послужили этим людям. Все хорошо. И все. Ну, опять 100 рублей у нас. Господи, что делать? И вот следующее утро. Мы отдаем эти 100 рублей, раздаем. Значит, на транспорт. Все, все, совсем нет. И вечером вечернее собрание. Вы знаете, удивительное чувство, когда у тебя ничего нет, но ты внутри уверен, что сделал все правильно. И это удивительное чувство, которое дает тебе уверенность в жизни намного больше, чем что-то видимое, то, что у тебя есть. Я помню, как выхожу вечером на это вечернее собрание, и мне Света говорит, что мы завтра делать будем? Я говорю, я не знаю. Но, знаешь, как никогда раньше, я уверен, что все мы сделали правильно. Поэтому что нам переживать? Бог все видит, все наши сердца видит, все хорошо. Я поехал. Вечером это вечернее собрание закончилось, уже все расходятся, и ко мне подходит один брат и передает мне конвертик. И я не ожидал, конечно, этого. Я ехал домой и думал, о, Боже, ты опять позаботился о нас. Да как это круто вообще, когда ты в последний момент просто заботишься о нас. Я приезжаю домой, опять собираю всю свою семью и говорю, вы посмотрите, Бог позаботился о нас. И открываю этот конвертик, и там 60 тысяч. Аллилуйя, друзья. Ну, знаете, реальная история, не могу умолчать, не знаю, как вы это воспримете, но у меня не было никогда такого. Поэтому мои дети тоже такого не видели, если честно. И они не поверили, надо было видеть их глаза. Они стали пересчитывать, они сказали, да не может быть. Лиза говорит, папа, мы же в это воскресенье отдали тысячу, и Бог нам дал 60. Мы теперь можем покрыть наши долги, большую часть. Да как это возможно? Друзья мои, это был вечер славы Божьей в нашем доме. Это была такая радость. Господи, да как же это так, а? Да ты видишь тех, кто тебе доверяет. И мы благодарили Бога, и мы плакали перед Богом. И знаете, я был восхищен даже не теми деньгами. Хорошо, конечно, что долги покрываются, все слава Богу. Но знаете, за что была самая большая благодарность? Была благодарность за то, что я видел в глазах моих детей. Я видел, что сейчас что-то входит прямо в них внутрь. Я видел, что это вера Божья, она просто входит туда внутрь. Я видел, что в них поселяется что-то то, чего я по-человечески им объяснить не могу. Причем я то, что я чему научить их просто словами не могу. Это делает Бог. Я знаю, что когда придет какая-то трудность в их жизни, то Дух Святой обязательно напомнит им эту ситуацию. И Дух Святой скажет, вспомни, Папа верил, и Бог был верный. И ты сможешь поверить. И в твоей жизни Бог будет верный. И поэтому я был просто счастлив о том, что Бог сделал в той ситуации. Знаете, тысяча была по всей видимости наша полнота. Это точно. Написано, когда пришла полнота. Вот тысяча, это наша была, это моя была полнота. А 60, по всей видимости, на тот момент это была Божья полнота. Но чтобы принять это, нужно было свою полноту как-то отпустить. Я знаю, что каждый из нас будет испытан в этом же самом. Я знаю, что прежде чем Божья полнота приходит в жизнь человека, Он сначала дает немного и смотрит, а не становится ли это идолом для тебя. Когда я стал думать об этом, я увидел, что Библия полна, полна, полна примеров того, когда Бог что-то дает, а потом смотрит, не становится ли это идолом, не хватаешься ли ты за это так, что потом отпустить не можешь. И если ты отпускаешь и говоришь, Господи, ты дал, ты взял, да будет имя Твое благословенно. Вы помните, это наш брат Иов сказал. И Бог смотрит на это сердце, которое может доверять Ему в малом. И тогда Бог готов дать большее. А вы помните, когда Авраам, которому Бог сказал, что будет у тебя ребенок, и уже в старости, старичок Авраам, и он поверил, это вменилось ему в праведность, и Бог в назначенное время дает ему Исаака. А потом, через короткое время, приходит к этому же Аврааму и говорит, дай мне Исаака, дай мне Твоего возлюбленного, дай мне Твоего единственного, дай мне Того, Которого Ты любишь больше всего, а дашь мне? И мы читаем удивительную историю, потрясающую историю, как Авраам собирается, идет на эту гору, как он заносит нож над своим ребенком и собирается принести его в жертву, и ангел останавливает его и говорит, не делай этого, Авраам, потому что ты испытан и оказался верный в этом деле. Не делай этого, Авраам, я вижу, что ты любишь меня больше, чем своего сына, я вижу, что ты меня любишь больше, чем все остальное, поэтому я благословляя, благословлю Тебя. Вы знаете, когда тут Бог говорит потом Аврааму и говорит, я благословляя, благословлю Тебя и умножаю, умножу семя Твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, мне кажется, у Бога просто что-то прорвало. Ну, все, тут уже потеряешься, ты не можешь уже охватить, просто как будто Бог уже безудержно благословляет и говорит, как звезды на небе, кто может их сосчитать? Боже, как, сколько это? Как песок на берегу моря, как это возможно? Друзья мои, и вот в этом мы видим Божью волю, совершенную Божью волю, Он хочет благословлять до избытка, Он хочет открыть для нас эти небеса, Он хочет открыть для нас эти сокровищницы, и тогда мало не покажется. Он не ограничивает себя в том, когда благословляет, и мы видим это в ситуации с Авраамом, как будто он не давал себе отчет, что делает, извините, грубо говоря, как звезды на небе, как песок на берегу моря. Так я буду благословлять Тебя, так я буду благословлять Тебя, потому что ты не схватился за свое, ты не схватился за то, что я дал Тебе, ты смог отпустить, ты смог доверить мне самое дорогое, что у тебя есть, и поэтому я благословлю Тебя, так, как ты даже не мечтал, так, как ты себе даже представить не мог. Друзья мои, Бог говорит, как в Библии написано, дважды, говорит, дай мне то, что у тебя самое дорогое. потом второй раз говорит, вот я по дороге услышал первый раз, в церкви услышал второй раз, а потом что? А нам хочется потом, ну потом, после двух идет три, третий раз, после трех, четыре, четвертый раз, это наша человеческая логика, потом, наверное, Бог будет говорить, пятый, десятый, неа. Я думаю, что потом происходит следующее, Бог говорит, один, другой, но он же не попрошайка, ну и у него нет цели просто выкрутить тебя и забрать у тебя что-то, он хочет строить с тобой отношения, где ты бы доверял ему самое дорогое, прежде, чем он благословит тебя до избытка. Поэтому он просит первый раз, он просит второй раз, а потом, а потом мы заходим на очередной круг вокруг горы, как евреи, помните, ходили? Они 40 лет ходили вокруг этой горы, ходили, 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 померли даже все, пока не восстало новое поколение, которое поверило Богу, и они вошли в эту землю обетованную. В эту землю невозможно было опять же войти просто по-человечески, по уму человеческому. Нужно было доверить все Богу. Поэтому в нашей жизни, я думаю, происходит точно так же. Бог приходит, Божья полнота. Ты не можешь ее даже представить себе, ты не можешь объять ее, ты не можешь даже подумать о ней. Это Божья полнота. Но вы знаете, что я здесь вижу в этой истории с Марией и Иосифом? Божья полнота, когда приходит, по-человечески тебе кажется, это самый неподходящий момент. Попросить у меня тысячу в этот момент, это была вообще не из лучших идеи. Это был, мне кажется, самый неподходящий момент. Это была моя полнота. Я считал, Бог ответил, и я был благодарен Богу, надо двигаться с этой тысячей теперь дальше. Как Бог дальше, конечно, позаботится. И прежде чем Бог открывает свое, Он просит у тебя твое, то, что Он прежде дал. А если нет, мы по жизни идем на очередной круг. Идем, страдаем своими силами, и потом оп, что-то созревает, созревает какая-то особенная атмосфера, знаете, где опять Бог ожидает от тебя проявление веры и смотрит. Может быть, сейчас сможешь? Ну, давай. И в этот момент тебе опять кажется, что это самое неподходящее время, чтобы что-то дать Богу, чтобы что-то сделать для Него. А в Божьих глазах это полнота, все созрело, сердце готово, возможности открыты, все созрело, давай. И все зависит от того, насколько ты можешь отпустить свое. И если отпускаешь, входишь в землю обетованную. Если отпускаешь, Бог дает то, что хочет тебе дать. Если нет, следующий круг пошли. Так можно по жизни ходить. Бог не изменяем. Бог не изменяем. Он готовит себе народ, избранный, готовит себе народ, который сможет полностью ему доверять. Потому что то, что Бог приготовил для нас на небесах вечности, это неизмеримо больше любой нашей мысли. И знаете, Люцифер, архангел, однажды прельстился на это. И он прельстился так, у него такая логика появилась, что он обманул, смог обмануть треть всех ангелов, которые были там на небесах. И они тоже поверили этому Люциферу. У них глаза загорелись. Это то, что потом этот Люцифер предлагал Иисусу, говорит, я дам тебе все царства мира. А у Иисуса глаза не загорелись. Потому что они горели Отцом Небесным. Он знал, для чего он на этой земле. И он верой, шаг за шагом, шел в вечность к Отцу Своему Небесному. Друзья мои, сегодня это наш путь. Наш путь к Богу, это путь сверхъестественный. Мы не можем сделать ни одного шага, просто все понимая, просто все рассчитая. Это путь человеческий. От этого порой не исполняется то, что Бог так бы хотел, чтобы исполнилась наша жизнь. От этого недоверия Богу мы можем ходить, как эти евреи, 40 лет, 40 лет, и Бог не изменится. Но верующий в Иисуса Христа, доверяющий Ему свою жизнь, не посрамится. Аминь. Аминь. Сейчас время, когда я верю, что Дух Святой говорит в сердца наши. Я не знаю всех судеб, но Бог знает. Он идет лично путь с каждым человеком. Я знаю, что есть те слова, которые Он говорит тебе лично в твое сердце в это время. Есть то, что, возможно, тебе надо отпустить. Есть то, что тебе надо доверить. И вы знаете, Бог приготовил что-то лучшее. Это путь, к которым шел Авраам, ожидая этого города, какого-то лучшего, которого он не мог найти на этой земле. Это наш путь сегодня. Мы ожидаем ответов от Бога. Мы ожидаем то, что Он приготовил для нас. И на этом пути Он предлагает нам отпускать. Отпускать. Доверять Ему. И я предлагаю помолиться вам об этом. Предлагаю, чтобы мы сейчас встали и помолились все вместе об этом, доверяя Господу свою жизнь, веря Ему. Давайте попросим, чтобы Бог пришел в каждую ситуацию, которую вы сейчас проходите. Давайте попросим, чтобы Его воля совершилась, чтобы Его полнота пришла в эту ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова